Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить с Карим. В последней серии мы двигались на запад по пути, зачищая всякие скучные бандитские форты. После этого я за кадром переместился в Виндхельм, продал там кучу всякого разного. Теперь у нас пустой инвентарь, и мы можем двигаться дальше. Нам нужно идти сюда. Это довольно-таки близко, как я понимаю. Так что потопали. Единственное но, это то, что я не уверен, что дорога будет простой, потому что впереди горы. А по горам, как мы знаем, скакать будет сложно. Мы же не горные бараны. Хотя вот этот проход меня радует. Вполне возможно, что тут мы и просочимся. И никуда подниматься даже не придется. Блин, какая мерзлая... Внутренная тайга. Слышу волков. Вижу волков. Снежный волк. Мощная тварь. Слышу, слышу. Так, тихо. Записываемся. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Есть. Первый кровавый дракон. Как я с ним справился, я вообще не пойму. Как он тут оказался, тоже не понимаю, но... В итоге он очень удачно приземлился прямо около меня. Ну, естественно, раз он приземлился, шансов у него уже не было. Хорошо, у нас еще одна душа. Это было неожиданно. Это было приятно. А вы тут откуда, ребята? Вы мне, надо сказать, очень помогли. Тут, похоже, какой-то населенный пункт поблизости. Теперь-то он, конечно, мертвый. Но откуда же он взялся? Да я сам охренел. Откуда ты с неба упал прямо на меня? Я там, понимаешь, втихую волк рубил. Так, вы что, ребята? Что это за населенный пункт такой? Смогу я тут до утра переночевать? Зал дозора. Ты говоришь с дозорным Стендара. Начни поклоняться любому Даэдра, и мы тебя выследим. Ой, боюсь, боюсь. Вы охотитесь на Даэдра. И на всех прочих мерзких тварей, что питаются смертными. Вампиры, вербольфы, ведьмы. Но Даэдра хуже всех. Их бессердечное пренебрежение нашими жизнями отвратительно богу милосердия. Ладно, я думаю... Кто прибудет с тобой Стендар? Я не буду вам показывать, что я вербольф. По идее, вас всех надо убить по-хорошему-то. Держись с светлой стороны. Или мы перетащим тебя на нее волоком. Перетащиволка сломается. Так, давайте-ка мы пойдем отсюда. Честно говоря, меня раздражает, пока я их не поубивал. Всех кедрен и фене мы двинем дальше. Те, кто поддался соблазну Даэдра, не уйдут безнаказанными. Ладно, пусть же вот. Ничего особо интересного я там у них не увидел. Однажды в стуженую зимнюю пору. Я из лесу вышел. Был сильный мороз. Хе-хе-хе. Только я ничего не вышел. Я, похоже, еще глубже захожу. Так, у нас поблизости могильник. А это нам сулит... Неплохой заработок. Могильники. Это всегда хорошо. Только если у них бандиты, опять, это всегда плохо. Потому что с бандитов особо ничего не наберешь. А вот если нежить будет, то вполне можно. Фростмер. Кто нас заметил? Я никого не вижу. А, вот. Эйса, черный шип. Да. Да, да? Да. Да. Ладно. Че вы тут делаете? Охотница, похоже. Крипто. Так, секундочку. Мне звонят. Продолжаем. Так, крипто. Давайте посмотрим. Возможно, охотница просто облюбовала вход. Потому что там тепло. Ее оберегает этот от мороза и ветров. Не знаю. Сейчас узнаем. Что же нас ждет внутри. Вообще, судя по дизайну этой крипты и входа, довольно-таки серьезные подземелья, да? Да что вы встаете-то? Садитесь. Опять разбойники. Это скучно. Кстати говоря... А, нет, у меня полный заряд еще на этом. Луки. По мне, так он выглядит более опасным. Ой, как я промахнулся. Это же надо. Обалдеть. Увидели, да? Стрела летела, летела и прилетела. Да шо ж ты. Ладно, это было коряво. Сундук ученик. Но ученик-то нам уже проблем особых не доставляет. 58 золотых. В принципе, неплохо. Книжки. А, вот как он увидел через оконце. Испорченные книги. Такое ощущение, что модели взяли прямиком из-за... Фоллаута третьего. Там тоже были испорченные книги. Там, в принципе, только испорченные книги были. Там, как почитать было, нельзя. Так, ладно. Похоже, ничего хорошего-то особо я тут не найду. Но оставлять за спиной подземелье... Меня, как обычно, жаба задушит. Так. Че торчит у нас? Ага, с той стороны. Понятно. Открывается дверь, похоже, он оттуда, да? Ладно. Потихоньку, помаленьку. Адепт. Адепт, это, конечно, тоже довольно-таки серьезно. Но мы поняли, в какую сторону, примерно, надо поворачивать замок. Да бляха-муха. Поняли-то поняли, но это нам пока что ничего не дает. Ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ах. Так, еще чуть-чуть вот так. Нет. Давай, детка, давай-давай-давай-давай-давай. Да, блин, шо ж такое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Отлично. Хорошо, взлом уже 64. Ну, в принципе, че тут у них оружейное и всякие дерьмовые, надо сказать, мечи, шлемы. Не могу сказать, что оно того стоило, но хотя бы покачали навык. Тоже плюс по-своему. Тихо. По-своему тоже плюс. Старшой спустился туда? Сегодня? Ага, он ловит Раджира. Никогда не видел его таким злющим. Какое-то у меня нехорошее чувство. Что-то там в последнее время не так. Ну вот, теперь это и заговорил, как котят. Дальше понесешь бред про бледную леди. А вот и спуск, похоже, куда они боятся ходить, да? Интересно, я не попаду сейчас в дощечку. Я такие приколы уже знаю. Да. Как я и говорил. Тихо. Ну не вставай, не шевелись. Ну ладно. Минус один это уже хорошо. Думаю, мне просто слышится. Да конечно, там твой приятель только что стрелу получил. А тебе слышится. Это тебе тоже, наверное, послышалось, да? Так, хорошо. Несмотря на то, что интеллект у них, конечно, довольно хорошо по сравнению с облиганом. Прокачали и стелс тут вообще отличный. Тем не менее, все равно не тупой, как пробки. Что это было? Кто чё слышал? Значит, не показалось. Значит, нет. Ладно, расправились мы с бандитами. Теперь пора спускаться, собственно, в крипт. Здесь у них даже подробно осматривать толком ничего не буду, потому что наверняка ничего хорошего у них тут нет. Блин, вот сама же нарывается. Наверное, мне показалось. Наверное. Наверное, показалось. Так, нам, видимо, нужно идти сюда. Давайте-ка мы посмотрим. У нас наверху еще был небольшой коридорчик в эту сторону. Ну да, тут ничего особо и нет. Капуста только. Капуста-то нам. Так, дневник. Изы. Сегодня утром ушли от банды Белой реки и еле оторвались от подручных Хайварра. Не то, чтобы все было так уж плохо, просто пора дальше идти. Пока у них этот атаман, нам с Раджиром тут ничего не светит. Мне никак не понять, как он это делает. Я в Винхельме едва наскребла пару слухов, а Раджир тем временем ушел за город, нашел силу умного сахара и все равно умудрился найти нам работку. Какую-то банду на дороге к Морфолу. Они засели в древних руинах и потихоньку копаются в них между набегами на караваны. Присоединились к банде Кюра. Их раскопки просто катастрофа. За три месяца они едва откопали один зал и умудрились при обвалах потерять шестерых. Я занялась раскопками, а Раджир устраивает набег и снаружи. А, набеги снаружи. Может, тот год в шахте Сидна все-таки себя окупит. Казалось бы, если можешь управляться с мечом, то киркой ты тоже справишься. Но эта деревенщина выбивается из сил уже через час. Неудивительно, что они никак не закончат этот штрек. Я установил круглосуточные смены и приказал выдавать двойные порции еды тем, кто справляется лучше остальных. Это будет для них неплохим стимулом. Меня разбудили в ночную смену. Сказали, что откопали что-то крупное. Кюр, Раджир и я пошли посмотреть. Это какой-то огромный зал, будто бы целый лес просто ушел под землю. А в центре стоит большой старинный монумент. Кюр взял с него меч в качестве трофея в доказательство того, что его план все-таки принес результаты. Возможно, он и прав в кои-то веки. В последние дни Раджира мучают кошмары. Он все бормочет про какую-то бледную леди. Одну из тех женщин с болот. Что по ночам крадут младенцев. Что-то вроде того. Кто бы мог подумать, что эта глупая история сможет превратить самого жесткого бандита из известных мне в трусливого котенка, пугающегося собственной тени. Хорошо, что остальные не видят его в таком состоянии. Дело принимает совсем плохой оборот. Раджир почти не спит, а если все-таки отключается, то вскакивает с криками. Вчера ночью он перебудил всех. Говорит, что бледная леди придет за нами. Она там, в лесу, и мы должны вернуть ей меч, или она убьет нас. Ага, вернешь его. Старший вцепился в него и не отпускает ни на секунду. Будто бы прямо с мечом родился. Я всем говорю, что у Раджира просто сильная простуда, но так не может долго продолжаться. Я кое-что собрала с собой. Сегодня ночью я тихо уйду и не стану оглядываться назад. Отворилось-то тут непонятное, похоже, да? Записка Раджира. Иза, я вижу ее в каждой тени. Слышу ее голос с каждым порой ветра. Она везде, в моих снах, в моей голове, бледная леди. Мы должны остановить ее. Просто вернуть ей меч и навсегда от нее избавиться. Я больше так не могу. Я должен это сделать. Должен. Раджир. Понятно. Не ту крипту вы, похоже, откопали, да? Ну, увидите, да, как проработана каждая локация в игре. Казалось бы, сюда можно вообще не попасть. А если попадешь, то чисто случайно, как я. А какой тут сюжет? Это же обалдеть. Ну, я думаю, пора наведаться к этой бледной леди. Возможно, вернуть ей меч. Не мне Кюра. Ух ты. Склеп Фростмер. Двенадцатая неделя. Это катастрофа. Целую неделю ни одного каравана. И с раскопками провала. Обрушился участок тоннеля, задавив Талой и его ребят. Чую зреть бунт. Если на следующей неделе дела не пойдут на лад. Склеп Фростмер. Тринадцатая неделя. У нас пополнение. Из-за Ираджир. Девочка говорит, что отсидела в шахте Сидна под Маркартом. И это видно. Она опытнее нас всех вместе взятых. Я поставил ее во главе, раскопок. Кошак. 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 Котак. Неплохо орудует мечом, поэтому я... А, Кошак. Точно. Раджир. Это значит Хаджит. Кошак неплохо орудует мечом, поэтому я отправил его наверх к другим налетчикам. Склеп Фростмер. Четырнадцатая неделя. Раскопки идут неплохо. Вчера стараниями Изы мы обнаружили первую большую находку. Сундук с парой сотен золотых. А наверху Раджир со своим отрядом за неделю ощипали пятерых торговцев. Быстрее, чем стража успела среагировать. Похоже, все наконец-то идет так, как я задумал. Склеп Фростмер. Пятнадцатая неделя. Туннель вывел нас в огромную пещеру. Там целый лес. Посреди леса стоит здоровенная штуковина, а на ней лежит отличный меч. Но как-то все это пугает. Что это за место? Никогда раньше не видел таких гробниц. Склеп Фростмер. Шестнадцатая неделя. По-моему, Кошак сошел с ума. Не может сосредоточиться. Постоянно что-то бар мочит под носом. Из лучшего налетчика он стал худшим. Только сегодня он едва не стоил нам двух клиентов. Из застарается прикрыть его. На кого она обманывает? В последнее время он просит показать мой меч. Умоляя этот одолжить его на время. Так я и дал ему наложить на его свои лапы. Меч великолепен. Отлично сбалансирован. Лучше, что я когда-либо держал в руках. Конечно, он не получит. А, конечно, он его получит. Прямо под ребра. Непростая история тут. Непростая. Кстати говоря, Иза, по-моему, у нас на входе стояла. Я, честно говоря, не помню имя той девушки. Но, судя по всему, это была именно она. Она не хотела с нами разговаривать. И вообще была настроена довольно-таки миролюбиво. А вот, собственно, похожий спуск в это крипто. И они будут тратить на него стрелу. Потому что они все очень легкие. Они того не стоят. Так, секунду, мне опять звонят. Что ж такое? Звонят и звонят. Ладно. Пусть себе звонят. Давайте-ка я телефон на пол положу. На полас. Чтобы не было слышно его була. Вибраций. Так. Ну что, разбойник, у тебя ничего нет. Спускаемся вниз. Посмотрим, что они тут. Что-то не так. Старшой там слишком долго копается. Ага. Давай еще немного подождем. И тогда... И тогда... Ну кто-нибудь есть? Вроде без шума обошлись, да? Аметисты золота. Золото, отмычка. Хорошо. Ну что, я наступил опять. Не надо мне таких подарочков больше, пожалуйста. Это шахта проклятая. Проклятая. Пустой сундук. Тут они, видимо, нашли свои деньги. Какая складная песня. Добрый... Добрый... День. Батя сказал, иди в коллегию. Сказал, используй мазки. Будто бы я знал, про какую коллегию он говорил. Надо было тебе идти в коллегию. Лопата. Не сказали, лопата пригодится при поиске сокровищ. Ладно. Все, и мы попали в крипту. Тут опять могут притворюшки лежать в стенах. Поэтому надо быть осторожным. Глубины Фростмер. Понятно. Надеюсь, там уже не будет этих скучных разбойников. И будут какие-нибудь... Кюр. Что с тобой? Я... Наконец-то хоть кто-то пришел. Я... Кот. Раджир меня подловил. Он хочет вернуть меч. Я... Я не могу... Ага. Понятно. Что за бледная леди. И она наверняка знает, что мы здесь. Блин, вот не стоило бы ты так. Вернее, не весело бы я тебя взял. Пока что мать дымок. Или мать дымок. Скорее, мать дымок. Для меня самый опасный враг был. А вон Хаджит я вижу, да? Вдалеке. Он борется как раз с этой тварью. Все. Умер он. Осталась она одна. Но она одна может меня убить. В легкую вообще совершенно. Не напрягаясь, я думаю. Хотя я стал гораздо сильнее. Не будем загадывать наперед. Как хорошо я снес с ней. Ох ты, блин. А, это же ее проекции. Надо убить главное ее. Давайте попробуем. Иди сюда. Ах, что так медленно? Ой, бежим. Ой, бежим, 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 бежим. Вашу мать. Тени, я думал, пропадут. А тени что-то не пропадают. Так, надо что-нибудь сожрать. Идет, идет, идет. Ну, надо сказать, это было не так сложно, как в первый раз. Я все-таки подрос. Посили. Это хорошо. Давайте же посмотрим, что за меч был. Подземный лес, как и говорили. Так, ну что. Пелена. Светящаяся пыль. Чертовщина какая-то. Хаджид. Раджир. Бледный клинок. Неплох, неплох. Я, правда, сомневаюсь, что он лучше моего. Вот тут он лежал, похоже, да? Сейчас. Я не думаю, что я оставлю его тут, чтобы его кто-то другой забрал. Так, а там прохода нет в случае? Нет. Ну, все, похоже. Ну, что ж, это было неожиданно интересно. Совершенно не ожидал, что так случайно я найду квест такой степени интересности. Но, тем не менее, ты... Подожди. Ты посмотри, да? Как все повернулось-то в итоге. Где? Так, надо сохраниться. По-любому. Лед. Ледяная форма. Супер. Что это такое? Ваш тум превращает противника в глыбу льда. Ха-ха-ха. Это хорошо. Конечно, я думаю, она не заменит мне элементную ярость. Но я думаю, приколюха будет знатная. Особенно каких-нибудь огненных отронахов. Орочий щит. Зелень невидимости. Золото. Ладно. Я пока что не испытываю недостатка в деньгах. У меня 7 тысяч. Мне хватает. Поэтому собирать все подряд не считаю хорошим. Короче, такие дела. Неплохой был квест. Мне он очень понравился. Необычный. Неинтересный. А ведь если бы я не нашел дневники, я бы просто его не понял. Хорошо, что мы поняли от начала до конца, что здесь происходило. Вот так и знала. Так, это что? Это не замануха ли очередная? Я уже ваши приколы знаю. А, ну все понятно. Тут мы были. Мы пошли вон туда. Сейчас мы идем на выход. Интересно, Иза все еще там стоит? Если это она была. Я думаю, я как-нибудь справлюсь с тем, что... Если мне будет кто-нибудь компенсировать мозги, там, какие-нибудь духи насчет того, что у меня этот меч. Кстати говоря, надо его подробно осмотреть. Возможно, он и неплох. Возможно, я смогу его заточить. Он будет вообще прекрасен. Что-то я как-то особо его даже не смотрел. Если взять в одну руку клинок Балара, тоже заточить его в другую руку. Взять вот эту штуку. Ну, предварительно тоже, естественно, заточив. То я думаю, это будет прекрасно. Так, у него урон 28. У моих легендарных урон 53. Да, надо по-любому затачивать. Но, тем не менее, он наносит 25 единиц урона холодом и отнимает 50 единиц запас сил. Более слабые существа. Люди обращаются в бегство. Ты посмотри, какая вещь. Ладно, как будем в городе, я его заточу. И заушла. Если это была она, то ее тут уже нет. Ну и, в принципе, ладно. Я думаю, на этом мы завершим эту серию. Продолжим продвигаться. Я думаю, уже в следующей серии мы уж дойдем. Доустин Грева. Но это будет в следующей серии. А пока что все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова